Братья и сёстры, скажем, слава Господу! И вот группа пела про Рождество, вот эта благая весть, да? Как-то я говорил уже об этом. Это только начало. Христос родился. Слава Господу! Бог явился во плоти. Он стал обыкновенным человеком. Потом у него был целый процесс, цикл праздников, да? Вот мы с вами, не так давно у нас было с вами крещение, да, в пятницу. Мы отмечали, как бы Лёша проповедовал, брат Олег говорил на эту тему. Он возрастал вначале в любви у родителей, помните, да, там, куда-то мальчиком был, учился там. Ходить учился так же, как все люди учились ходить. Хотя он Бог, да, сам даёт всему вот эти вот способности и всё такое. И он потом, став взрослым человеком, да, выходит на служение, да? И он крестится, принимает крещение от Иоанна Крестителя. И дальше идёт его путь, да, он что-то говорит. Он как-то там, не знаю, какие-то дела делает, да, который свидетельствует о том, что он Сын Божий, слава Богу. И он потом в Гефсимании молится, да, выбирает, не моя воля, а твоя да будет. Это всё его вот, это вот путь, да, это его, он человек, он Сын Человеческий, неоднократно Христос говорит. И что ему для этого нужно? Вера. Ему нужна для этого доверие своему Отцу. Вот, он пришёл в этот мир, стал человеком, он согласился однажды на это, будучи внедрю отчим. И вот он как человек проходит в верую, точно так же, как мы с вами, он идёт в верую и до конца исполняет волю Отца, и говорит, совершилось, и Дух предаёт Отцу. Слава Господу! И знаете, я хотел бы немножко затронуть вот это вот крещение. Мы с вами все, да, хоть мы и не купаемся, никто в пятницу не купался, слава Богу, да, вот, моржеванием заниматься, это другой маленько, да, аспект, это уже там, кто может там здоровье там как-то понимает так. Вот, но я хочу немножко внимания обратить на это действие. Смотрите, когда Христос приходит, 3 глава Матфея, 13 стих, тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, вот эти слова хочу обратить особое внимание, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает Его. «И крестившись Иисус, тотчас вышел из воды, и сей отверзлась Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него, и сей глаз с небес глаголющий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Слава Богу! Друзья, Иисус говорит, «Оставь теперь», 15 стих, «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Друзья, что такое правда? Праведность, да? Исполнить всякую праведность. А что такое праведность? Это исполнение воли Божьей. Это исполнение воли Божьей. И Христос приходит и говорит, «О, такова воля Божья». Это известный обряд, да, он и у иудеев, и мы сейчас, да, везде по всему миру. Крещение, погружение, да, Он выходит на служение, Он как бы публично заявляет, «Вот я тот, да, и так надлежит нам исполнить всякую праведность», то есть волю Божию. И Бог утверждает, что в этом событии, на этом этапе Его пути, так скажем, Иисуса Христа земного, да, Бог говорит, «Сей и Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Все, Он исполнил. Но не только в этом событии, повторюсь, да, Он и дальше ее в жизни исполнял. Он говорил то, что угодно Отцу. Он исполнял волю Божию. Он исполнял эту правду, да. Он умер на кресте, это тоже. Он Гефсимании молился, это тоже. Он там бесов изгонял, исцелял, сегодня уже говорилось. Приходили к Нему люди, да, эти женщины там, вот. И Он им давал тоже какое-то слово, их исцелял. И это все было исполнением правды Божьей, праведности Божьей, воли Божьей. Слава нашему Господу. И вот Христос это все исполнил, да. И знаете, и воля Божья, в чем она вообще в принципе заключается, да, конечный ее этап, это, чтобы нас спасти. Слава Богу. Чтобы спасти человечество. Бог пришел спасти человечество, да. И написано, чтобы открылась любовь Божия к нам. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 16, известный стих. Слава Богу. Друзья, Иисусу Христу, как Сыну Человеческому, повторюсь, необходимо было для исполнения праведности Божьей, правды Божьей, воли Божьей, ему необходимо было довериться Богу. Ему необходима нужна, как и нам, вера, чтобы идти этим путем. И вот я читаю уже о нас с вами. 1 Петра. У нас близится, да, февраль, подготовка к водному крещению. 1 Петра 3, 21. Так и нас ныне подобное всему образу крещения, погружение, ни плотской нечистоты омытия, то есть к купанию это никакого отношения вообще не имеет, да, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Друзья, и мы когда учим, да, и мы когда там где-то проводим, там и спрашиваем людей, которые готовились к водному крещению, и говорим, ну, для чего, да, водное крещение? И один из вопросов, один из ответов правильных, чтобы исполнить всякую правду, чтобы исполнить всякую правду, как Иисус сказал. Для чего? Чтобы исполнить всякую правду. Почему? Так это же воля Божия. Иисус же говорил, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, да. Мы видим в Священном Писании, что это является волей Божией, и поэтому для нас очень важно исполнить эту правду Божию, волю Божию исполнить, да, то есть принять это крещение, но на чем основано наше, да, вот это вот обещание Богу доброй совести, то есть наша праведность, да, то, что мы ее исполняем, это нам с вами нужно потом будет вот эту добрую совесть хранить, соблюдать, достигать, не знаю, то есть быть, честно ходить перед Богом, быть искренними, да, поступать просто жить, быть просто открытыми для Бога, стоять в вере, да, доверять Богу, идти этим путем. Вот это и есть основание, да, как бы того, что мы исполняем волю Божию, когда мы уходим в крещение, это потом мы живем в доброй совести, мы не лукавим, мы для Бога открыты, слава Богу, и для этого, да, нам также необходима вера. И смотрите, апостол Павел интересно пишет, шестая глава к римлянам, тоже мы всегда это, да, как бы проповедуем и учим, когда его опрос, вот брат Володя Красовский, наверное, будет преподавать эту тему, когда она будет, написано, к римлянам шестая глава, я читаю несколько стихов, со второго по седьмой стихи читаю, шестая глава к римлянам, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Вопрос такой, да? Неужели не знаете, что все мы крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распит с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Пропускаю. Одиннадцатый стих. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашему. И еще я зачитаю с восемнадцатого и девятнадцатого стихов. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, для немощи плоти вашей, как предавали вы члену вашей в рабыне чистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. То есть мы видим, вера, да, мы верую, то есть мы не умерли, мы в смерти Иисуса Христа, мы верую, да, почитаем себя мертвыми, да, как здесь написано в одиннадцатом стихе, да, то есть соединены с ним подобием смерти его, то есть мы не умираем, мы живые остаемся, да, это вера и дела, вера без дел мертва, да, то есть члены наши мы предаем в орудие праведности. Друзья, и вот такой вопрос, вот когда мы с вами там крещение проводим, да, бывает так, где-то мы говорим даже так, и не то, что шутя даже, а серьезно, вот сейчас в этих водах там томи, кури, не знаю, там оби, мы сейчас похороним твоего ветхого человека, твою там греховную сущность, да, там говорим и так далее. Друзья, ну вот, совершили крещение, вот выходим из воды, и такой вопрос, и что? Вот у нас больше ни у кого нету, ни раздражения никакого. Вот так на себя давайте, вот я на себя смотрю, да, никакое гнилое слово, ругательство не выходит, мы гнев не допускаем, мы же умерли, все, да, этого нету, вот так вот, да, если наш глаз, члены наши мы предаем, да, вообще никуда не смотрят больше. Я когда вот, например, захожу там, да, в интернет, я же там никуда не захожу, какие-то там ролики не смотрю там, какие-то там, да, не оскверняюсь, не, мои же члены, они вот рабы праведности, да, вот так вот. Что? Да ничего, братья и сестры, мы когда выходим с воды, вот эта природа-то, она с нами остается, и вы знаете, вот этот вот немножко вопрос, да, и самое-то главное, это же Павел пишет, шестая глава-то к римлянам, это же он пишет, и этот же Павел, смотрите, он в седьмой главе к римлянам о себе потом говорит, я вот зачитаю только несколько стихов, это написано с 21 по 24 стихи, 19 стих, доброго Павел о себе пишет, это все, он принял крещение, да, он умер со Христом, все, он во Христа крестился там, он все, вот это вот все, что он говорил нам, да, вот я на его примере хочу, это же и она с вами написана, да, и он пишет, смотрите, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю, 21 стиха, итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, то есть мы с вами видим, да, что даже на примере апостола Павла, да, что, смотрите, не так-то просто, да, это дается, вот он говорит, мы смерть его крестились, все, мы погреблись, мы умерли для греха, но мы с вами на своем примере видим, да, почему-то наши ноги, члены, не туда ходят, бывают, глаза не туда смотрят, и похоть очей бывает, и похоть плоти, и гордость житейская, это все бывает, и гнев допускаем, и злоречия, и какие-то слова выходят, да, и смотрите, и вот он пишет, да, и про себя пишет, что это, и восьмая глава, я к ней потом еще обращусь, да, я просто зачитаю тут один стих сейчас, третий, как закон ослабленный плотью был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, друзья, а Христос осудил грех во плоти, и Он исполнил до конца вот эту вот волю Божию, праведность Божию, Он крестился, и до конца исполнил, и совершилось, и все, Он исполнил, Он уничтожил грех, слава Богу, я потом еще к этому немножко вернусь, я просто вот так все, да, так вот нагнетаю, нагнетаю, к чему я хочу подойти, друзья, знаете, я так думаю, есть такие два момента, и для этого необходимо, да, мы вот эту праведность, да, которая Божию, мы принимаем, ну скажем, юридическая праведность, юридическая, мы принимаем ее веру, на основании веры, мы живые, да, но мы должны почитать себя мертвыми, да, не всегда получается на практике, но мы все равно должны понимать, что мы мертвы для греха, это наш выбор, я это внутренний человек, да, мой внешний, это не я, это грех живущий во мне, вот это юридическое, допустим, я кому-то должен там, ну не знаю, там 10 тысяч, или там, не знаю, взял у кого-то, беспрогноз, своровал 10 тысяч, да, например, и кто-то за меня отдал, все, я не должен, да, потому что за меня отдали, Бог же за нас долги наши, заплатил Христос, Он же умер за нас, все, я не должен, но, друзья, но я-то остался по-прежнему неизмененный, если я не сожалею об этом, да, если я сам не хочу отдавать, там, да, если у меня, то есть, получается, юридически-то я чист, я никому не должен, потому что за меня отдали, но я-то при этом должен-то достигнуть того, чтобы мне уже этим не заниматься, чтобы мне уже не воровать, чтобы мне чужое не брать, а если долги есть, то их отдавать, если десятину у Бога не воровать, то отдавать нужно, да, то есть, я уже достигаю не просто юридически, что да, я не виноват, потому что Христос за меня умер, как в одном месте я не так давно был, знаете, в одном поселке, и там один человек, ну, там церковь маленько рассыпалась, там, ну, там другое маленькое течение, и вот остался один такой, Валера там есть, и вот он там, когда наша бабушка верующая приходит, пьяненький, ну, там что-то ей помог, она говорит, Валер, да ты как так он, да вы не понимаете тут, оправдан, это у вас вера неправильная, вы какие-то дела там, да какие дела, говорит, да, вот, я верю, Христос за меня умер, да я святой, это вы просто, вы так и мучаетесь, и все, и вы неправильно понимаете, она говорит, ну, Саша, ну как это, я говорю, ну, понятно, это неправильно, да, да, Христос-то оправдывает, но ты-то должен внутри себя, если ты рожден свыше, достигать все-таки, чтобы не делать того, от чего тебя Христос оправдывает, сегодня говорилось, дорогой ценой мы куплены, мы не свои, мы же не свои, Бог за нас, да, совершил вот эту праведность, исполнил волю Божию, отдал сына своего, и мы же Богу пообещали добрую совесть, это наше исполнение праведности, да, это что, я хожу честно пред Ним, а раз я хожу честно пред Ним, понимая, что Бог, да, за меня отдал своего сына, какую цену я куплен, так я должен стараться от этого, я должен достигать вот этой вот практической праведности, слава Господу, друзья, Я как бы хочу сказать, что вот этот процесс перехода от юридической праведности, когда мы просто принимаем даром прощения, это Он совершил наше прощение, это Он этот грех мой уничтожил, Он осудил грех во плоти, Он жертву принес, Он долги мои все отдал, все рассчитался и проклятиями взял на себя, все рассчитался. Но теперь-то мне нужно, чтобы и в моей жизни это как-то проявлялось, отображалось, мне-то нужно исполнять тоже праведность Божию, да, обо мне волю Божию, и это процесс всей жизни, когда мы чисто вот из этой праведности, которую даром по вере принимаем, когда мы уже как-то и жизнью своей, Слово, чтобы стало плотью и в моей жизни, в моей плоти, чтобы Слово воплотилось. Слава Господу, друзья! И я дальше продолжаю. Для этого необходима вера, доверие Богу. И вот как бы основное место, которое, два места, к которым я хочу прибегнуть сейчас, я как-то пару лет назад обращался к этой мысли как-то на горизонте моих размышлений. Вот это вот как бы всплывало, два вот этих места, и я как бы там эти всякие, смотрел, комментарии читал, там, всякие посрочные переводы, там, что это обозначает. Но как-то в тот момент, может быть, мне это не актуально, не знаю, как так, ну как-то я так это оставил на полочке. А тут вот, глядя на свою жизнь, и на жизнь там, может быть, там, ну, хочешь не хочешь, я же вижу, да, там где-то общаюсь я, там бываю, там бываю, и с братьями где-то, и в репцентре общаемся там. То есть я понимаю, что как-то оно стало для меня актуально. Буквально пару дней назад, да, я как бы обратился к этому слову, я хочу вам как бы вот эту, это основная мысль, что же нам делать, чтобы переходить-то от юридической, чтобы духом не падать, когда мы видим, когда мы, ну, такие вот, видим себя не в том состоянии. Я читаю, Галатам, 2 глава, 16 стих, и потом с 19 по 20, 16 стих основной. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою во Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Здесь говорится об оправдании верою, да. Пропускаю, 19 стих, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сраспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Я живу верою в Иисуса Христа, в Сына Божия, да, слава нашему Господу. Друзья, и вот в этом вот 16 стихе тут написано, да, только верую, оправдываемся не делами, а только верую во Иисуса Христа. Написано, и мы уверовали во Христа Иисуса, дабы, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. И вот это вот слово здесь написано, чтобы оправдаться верою во Христа, вот перед этим уверовать во Христа, а здесь написано в подстрочнике, чтобы оправдаться от веры Христа. Наше оправдание, мы оправдываемся не своей верою, вот просто сейчас я маленько, может быть, буду запутан, да, но я все равно это объясню. Чтобы оправдаться не своей верою во Христа, а чтобы оправдаться от веры Христа. То есть у него была своя вера, у Христа, как я сказал, он своей верой же совершал, да, вот. У него был свой путь, он пообещал Богу, да, так надлежит нам исполнить всякую праведность. И это он совершал, это ему нужна была вера, это он там побеждал всякую тьму, это он за грех наш умер на кресте, осудил грех во плоти. Это его вера, это его путь был, это его, да, это он приобрел, это его, это ему принадлежит, это вообще его. Мы сегодня говорили, да, что он от славы своей дает, это вообще не наша слава, это вообще, это от него приходит, да, благодать от него приходит, это благое даяние свыше. И вот это вот оправдание не я верю в него, а я оправдываюсь от его веры, от того, что он уже совершил, и этого никто не может отменить. Слава нашему Господу, друзья. И еще есть одно место, оно подобное. Там тоже перевод, он тоже имеет такой же смысл. 21-22 стихи, 3-я к римлянам. К римлянам 3 глава, 21-22 стихи. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. И весь Ветхий Завет, законы пророки, они об этом говорили и свидетельствуют. Правда Божия, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. И там в посрочнике, в оригинале, там не вера в Иисуса Христа, а вера Иисуса Христа. Вот в этом праведность, в его, в его вот этом действии, в том, что он явил, да, вот это вот, вот в этом находится праведность Божия. Друзья, наше спасение, наше спасение, не мы его как-то там, да, это Христос для нас его получил. Чтобы было понятнее, знаете, к римлянам 10 глава, 20 стихом, по-моему, написано, что Исаия говорит, меня нашли неискавшие, да, меня нашли неискавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. И вот я читаю это место, где там Павел цитирует Исаия 65 глава, первые три стиха. Исаия 65 с 1 по 3 стих. Я открылся, не вопрошавшим обо мне, меня нашли неискавшие меня, ибо я, вот я, вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Сегодня уже брат Павел, да, говорил эту мысль. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходящему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках. Друзья, этот народ не искал, друзья, этот народ не вопрошал, то есть это не их вера в Иисуса, в Бога, там, да, это не наша вера, мы же не искали Бога. Это Он, Он, это Его вера нас нашла, так скажем, да, это Его действие, это Его любовь, это Его благодать, это там то, что Он совершил. Не мы Его искали, не мы стучали, это не от нас исходило, это не моя вера в Него. Да, когда Бог нам открылся, это как рождение, да, свыше. Не я же сам себя родил свыше, Он меня родил, это от Него приходит. Вот так же и вера, мы оправдываемся от веры Его, от веры Христа. Да, мы тоже верим, да, мы потом, когда мы родились свыше, когда Бог на нас от Его веры пришла, вот эта вот весть, да, в наше сердце, мы возродились, мы услышали, это Его, это Его вообще вера, это Его путь был, это Он совершил и за наши грехи все это, да, заплатил. Но, когда я это услышал, я тоже принимаю Христа, я верю в Иисуса Христа, да, тоже, я верю в Него, и я оправдываюсь не просто еще своей верой, но я понимаю, что от веры Иисуса Христа вот это мое оправдание, слава Господу. Это всего два таких места в Священном Писании, может, еще есть, но как бы я смотрел, что вроде как, ну, такие основные два вот этих места, которые, и богословы все говорят, что там вот именно орфографически, если там все это, да, в подлиннике, что вот именно вот такая мысль звучит, что мы, наше оправдание, оно не от нас исходит, мы его не искали, мы там ничего-то не стучали никого, просто мы жили и погибали, и даже вообще просто спали в этом снег греховном, нам и дела не было там до Бога, там что-то жизнь свою менять. И это его вера, это то, что он совершил, это его верность Богу, это его праведность, это он, его победа, это его путь был, да, и вот от этого к нам приходит, и это наше оправдание, то, что Христос за нас умер, слава Господу, что он оказал до конца верность. И знаете, и как бы, чтобы нам исполнито всякую правду, нам что нужно? А нам нужно сохранять добрую веру, то есть быть чистыми. Сегодня брат Павел говорил, я мне тоже так, я так смотрю, вот тоже такие мысли как бы посещали, когда я так размышлял, о чем я, если буду говорить, буду говорить там. И вот эта женщина приходит, да, там приходит тот же человек язычный, у которого там слуга оболен, там, да, а помните, мытарь пришел, который глаз не смел поднять, а там женщина, там какая-то прелюбодейка, там ноги Иисуса омывала, и там эти, говорю, о, знал бы он, какая женщина там прикасается к нему, да. Друзья, и, ну, что мы можем сделать? И я почему говорю, что в последнее время это у меня все, да, видя, как бы, общаюсь с людьми, за собой наблюдаю, вот я покаялся, да, вот как там, я же умер, да, все, я все отрекся, я умер для греха, все, я, как же нам жить в нем, все это. Но смотрю, оно опять во мне, и в сотый раз опять во мне, и какие-то вот эти вот гневливости, черты характера особенно, да, вот это наше. Что я могу сделать? Так я могу праведность Божию исполнить как? Добрую совесть. То есть я могу встать перед Богом, как-то увидеть себя, проанализировать, дать какую-то оценку, осудить себя, да, осудить себя там, исповедоваться, если нужно, помолиться, чтобы Бог с меня снял это чувство вины, и, как Давид говорит, да, когда я молчал, обиджали, но я исповедовал тебе грех мой, и ты снял с меня вину греха моего. Все. Что я могу еще сделать? Так я ничего больше не могу. Это моя праведность. Христос совершил мое искупление, и от Его веры, от Его подвига, от Его верности, я, если вот свою соблюдаю добрую совесть, я получаю оправдание. И я чувствую, это не просто моя вера во Христа, хотя я понимаю, что я верю во Христа, что это Он Сын Божий, да, и все, это Он за меня умер. Но я еще от того действия, которое Он совершил, как я читал уже, да, а Он за эти грехи мои умер на кресте, и меня от любви Божией ничто не может случить. Ни настоящие, ни будущие, ни ангелы, вообще никто и ничто. Почему? Потому что Христос был верен, и от Его верности, от Его веры, я получаю, через веру свою, я получаю вот это вот оправдание. Слава Господу! Нужна моя вера, как мост от Бога, да, а то, что оправдание зависит не от меня, и не от хотящего, не от подвязающегося, крылья на 9 глава, а от Бога, милующего помилования зависит, да. Это вообще не от нас зависело, мы Его не искали. Он 2000 лет назад умер за нас, это Его дело, это Его вера, это Его праведность, и Он нам просто даром дает. А нам нужна вера, чтобы принять это оправдание от Его веры. Слава нашему Господу! Друзья, в завершение, я читаю уже написанное к Тимофею, 2 послание Тимофею, 2 глава, 13 стих. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Слава Богу! Если мы не верны, а мы, я так думаю, когда мы из воды вышли, пообещали Богу, да, умерли со Христом, в смерть Его крестились, я думаю, в 100% случаев, потом мы наблюдая за своей жизнью, мы видим, что мы не верны. Ну ладно, Он-то верен, слава Богу! И вот от Его верности, от Его веры мы оправдываемся не от нашей способности, не от нашей верности. Да, мы должны стремиться, мы должны стараться, мы добрую совесть должны хранить, мы должны честно ходить пред Богом. И если вдруг что-то, я опять каюсь, я опять наблюдаю за собой, исповедую иду, осуждаю себя в прах и пепре, не знаю, кто там как это эмоционально делает, там слезы лью, кто-то там бывает скупо просто там, Господи, прости меня, и все. Да, по-разному бывает, но я через эту веру, Его веру, от Его веры я получаю это оправдание. Друзья, и в завершение, как я говорил, Кримлинам 8 глава, тут написаны такие слова еще. Я зачитаю это с 1 по 4 стихи. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Слава Богу! Друзья, очень важно нам с вами быть жаждущими этой праведности. Иисус говорит, да, Нагорная проповедь Матфея 5,6, что блаженны алчущие и жаждущие праведности, правды Божией, да, почему? Они насытятся. Друзья, если у нас только один вариант, чтобы нам от юридической праведности до практической нашей праведности, когда мы будем Богу угождать, да, нам необходимо с вами что? Жить по духу. Слава Богу! Нам необходимо вот это вот вера в Иисуса, нам необходимо оправдание от Его веры, и нам с вами необходимо жить по духу. А что для этого нужно? Исполняться духом. И когда мы будем исполняться духом, с каждым разом, да, моего вот этого приближения к Богу, когда я открываю сердце, исполняюсь духом, получаю от Него благодать, это Его, я от Его верности получаю вот эту благодать, и Его благодатью только я могу практически быть Ему верным тоже, а не просто юридически, да, что я там что-то согрешил, покаялся, и такой хожу в ус себе не дую там, ну и ладно вы там, да, пускай, а я и дальше буду грешить там, Боже меня прощает, он же все совершил, да, но он совершил не для того, чтобы мы так же дальше жили, а чтобы мы менялись, чтобы мы преображались в образ Иисуса Христа, шли этим путем. То же, как у Христа был свой путь, да, он совершал, так и нам нужно совершать свою праведность, мы Ему пообещали добрую совесть, вот это единственное, что зависит только от нас, что зависит от нас, ходить перед Богом честно, хранить добрую совесть, когда я вижу себя осуждать и каяться, и понимать, что даже если я не верен, Его вера, Его верность, Его доверие Богу были абсолютны, Он совершил, и я от этого могу получать оправдание, слава Богу. Это как-то утверждает, ну меня, по крайней мере, как-то утверждает, что, ну, совсем, рук не опустите, там, не знаю, там, что не сделать, да, вот, давайте мы с вами помолимся, чтобы мы понимали, Христос, Он совершил всякую правду. От самого начала, когда родился, да, когда Он крещение принимал, да, это, и когда Он все, Путин прошел и отдал свою жизнь, сказал, совершилось, Он все до конца совершил, слава Богу. И мы крестимся, вот в это вот, через веру, да, мы крестимся в смерть Иисуса Христа, мы должны почитать себя, даже если мы, мы можем юридическую праведность вот эту не терять, ходя пред Богом открыто и честно, и тогда дерзновение будет приходить, чтобы восхищать благодать, и чтобы практически уже жить по духу, и исполнять и нам самим уже, да, чтобы слово стало и в нашей жизни плотью. Слава Богу, будем за это молиться.